На Петровском проезде, что находится в Расторгуевской части города Видное, 14 многоквартирных домов. Это в основном кирпичные пятиэтажки, которые были построены в 70-80-е годы прошлого века. Список насущных вопросов у собственников жилья всегда довольно внушительный. Наш дом заливает очень сильно водой, поэтому хотелось бы, чтобы под наш дом, как под Титаник, не сливали всю воду не только с нашего дома и с наших домов, но и с футболкой вся вода у нас. И все проделана канавка прямо под наш дом. Мы ставили вопрос, чтобы сделали какой-то отвод в другую сторону, но вот пока все на нуле, а мы тонем. Председатели советов основательно подготовились к участию в семинаре. На встречу пришли не с пустыми руками, а протоколом собрания собственников жилья. Активистов волнует не только внутридомовый распорядок, но и содержание окружающей территории. Меня вот интересует, конечно, наш вот этот лесопарк, за танком, который вот сюда, к нашу сторону. Там днем страшно ходить. Все там убрали, кто их убрал, эти фонари и темноте. Уж стараешься днем там страшно ходить, там такие заросли. Поэтому вот я хотела решить вот этот вопрос. Организаторы встречи решить все вопросы Петровского проезда не обещали, но четко и последовательно рассказали, как это сделать. Такие обучающие семинары по всему спектру жилищно-коммунального хозяйства проводятся в Ленинском городском округе уже три года. Но введение 2022-го – приглашение коллег из соседних муниципалитетов для обмена опытом. Где больше всего обращения, куда идем. Мы вообще планируем обхватить весь Ленинский округ. То есть непосредственно по ЖК. Где новостройки – одни проблемы, где старая часть – другие проблемы. Ну, в принципе, вопросов у жителей всегда полно. Руководитель Красногорского отделения Ассоциации председателей многоквартирных домов Виталий Васкицов в своем выступлении рассказал об организации проведения общего собрания собственников, а также пошагово разъяснил, как достичь эффективного взаимодействия с управляющей организацией. Договор управления и общее собрание собственников – это два основополагающих документа. И люди должны в этом как минимум разбираться. Что прописано в договоре управления, как его лучше составить, какие есть меры контроля, и как проводить общее собрание собственников, то есть какие вопросы есть, на какую тему, сколько необходимо набрать процентов голосов. И самое сложное вообще – как набрать кворум, как взаимодействовать с соседями, Гость из Красногорска поделился своими практическими наработками, которые помогут быстрее решить многие вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Участники семинара получили полезные советы для своей дальнейшей работы. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ.